Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я хочу с вами поделиться интересной новостью. Вышло обновление на очень популярную коляску, которая, наверное, входит в тройку самых продаваемых колясок в магазине Первая коляска, прогулочных. Это бренды Joy, Volkababy и Espira. Модель называется Sonic Air, обновленной версией 2019 года. Эта моделька реально популярная и без обновления, но с обновлением она стала еще интереснее. Там допилили все, что не нравилось, наверное, в предыдущей модели, до рестайлинга, скажем так. И теперь компании Joy и Volkababy, я думаю, нужно немножечко поднапречься и придумать что-то новое о своих моделях, а то Sonic Air будет наступать им явно на пятки. Так что сегодня я вам расскажу, что здесь обновилось. Я думаю, вам понравится этот обзор, так что садитесь повдобнее, начнем изучать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, собственно, вот она, обновленная версия Sonic Aspira Air. Вот, это моделька обновления 2019 года. Основное отличие я вам покажу чуть позже. Для тех, кто не смотрел обзор на дорестайлинговую версию, я сегодня пробегусь полностью по ней сверху вниз, расскажу о ней и буду подчеркивать отличия, которые появились в обновленной версии. Так что начнем сверху вниз изучать. Первое, что бросается в глаза, это одели эко-кожу на ручку. Это очень круто, я всегда подчеркиваю этот момент, что эко-кожа на ручке самое оно. Строчечка красивенькая, все аккуратненько, мягкая, хват приятный, не развалится, не растрескается, все отлично. То губочка дело такое, не очень хорошее. Естественно, ручка регулируется у нас в таком широком диапазоне, поэтому под любой рост можно будет отрегулировать. Из фишки этой коляски, это то, что у нас установлен ручной тормоз. Ничего не нужно ковырять обувью, просто блокируем, едем дальше. Так, по ручке все. Отличие это у нас эко-кожа. Она стала дороже ощущаться. Раньше, когда ты с прямыми конкурентами, например, сравниваешь с теми Джоями, Валка, Бэйби, чувствуется немножечко дешевизна в колясочке, при не очень большой райце в цене. Сейчас же цена чуть-чуть выросла, но и ощущение от коляски стало намного-намного приятнее. Так, козырек у нас здоровенный, смотровое окошечко с москитной сеточкой, с защитой от ультрафиолета, все. Раз, делаем вот так, если нам не нужен такой огромный козырек. Все, гуляем дальше. Также есть дополнительная секция, которая пристегивается на замочке отдельно, убирается, выстаскивается при необходимости. В общем, с козырьком здесь все отлично. Из нововведений. И раньше был здесь кармашек, но на этот раз я как бы сначала не заметил сразу, ну, кармашек, кармашек, очень приятная ткань, реально ткань дорогой ощущается, все ровно, все отлично. Вот, ну, думаю, что-то здесь не то. И смотрю, сзади еще один замочек. И у нас есть возможность отстегнуть и забрать с собой вот этот кармашек, как барсеточку маленькую. Вот видите, ну, круто же. Вот, поэтому если у вас нет барсетки модненькой, то, пожалуйста, Саник вас этим обеспечит. Здорово? Здорово. Так, а что касается задней сетки, сразу же покажу. Сетка есть, можно проветривать, все отлично. Поедете куда-нибудь, где жарко и тепло, проветрите, все нормально. Жарко ребенку не будет, не вспреет он у вас, не переживайте. Так, что касается сидения. Сидение у нас регулируется тем же способом, что и раньше. На тросиках. Просто тянем его. Вот, смотрите, обычный тросик. Тянем и, соответственно, спинка поднимается. Вот. С Саникой всегда было хорошее, большое сидение, широченное, все нормально. Единственное, что бы я, наверное, хотел, чтобы они улучшили в этой модели, так это кому-то не хватает длины, общей длины. А, смотрите. Как по мне, при дирке все нормально. Так, давайте сразу же об изменении. Раньше здесь была необходимость вытащить отсюда перемычку, привязывать ее к бамперу, и тогда у вас будет держаться подножка. Сейчас все сделали по-человечески. Она теперь держится без всяких петлей. Независимо ни от чего. Надо, подняли. Все как надо. Надо, убрали. Все отлично. Но, единственное, лишились этой перегородочки. Кому-то она была нужна. Ну, нету в обновлении этого и нету. Так, что касается длины. Вот, смотрите. Длина сидения всего полностью могла бы быть немножечко подлиннее. В той же Валкобэйби, если в тренд-версию смотреть, она будет немножечко подлиннее. Кому-то надо, кому-то не надо. Лично для меня, как мне кажется, это нормальный абсолютно размер. Вот. А кому не хватает, мне кажется, придирается. Все убрали. Все душечки нормально. И сразу скажу, вставки, ткани поменялись. Ткани вот здесь реально классные, мягкие. Как я уже сказал вначале, коляска ощущается более дорогой. Причем ощутимо более дорогой. А у нее нет уже ощущения дешевизны. Она хорошо собрана, все отлично. Так. Что касается безопасности ребенка, сразу я повыше хочу поднять вам, чтобы было видно всю высоту спинки. Все хорошо. Так. Высота спинки здесь приличная. Что касается безопасности, мягкие накладочки везде, паховая зона и плечевая. Есть возможность у нас также откинуть калиточкой бампер. С этим все без изменений. Как было хорошо, так и осталось. Так. Что касается шасси. Шасси здесь у нас без изменений. Все такое же шасси. Его не тронули. А основное, что поменялось в колесах раньше, вот в этой части, именно в модели Air, эти пружинки были декоративными. Они не работали. Как амортизация. Они работали вне Air версии, которая с полиуретановыми колесами. А в Air вот заглушка такая декоративная и все. Здесь же это рабочий механизм. Работает прекрасно. Короче говоря, с плавностью хода здесь все хорошо. Колеса надувные, мягенькие, приятные, все отлично. Что касается рулежки, как по мне, по ощущениям, видимо, подтянули все-таки все механизмы. Она стала ехать поприятнее, четче как-то. В общем, по рулежке мне претензий нет. Все, все отлично. Так, также в комплектацию входит и накидка на ножки. Она такая же теплая, большая, с этим вообще без вопросов. Она всегда была в этом плане лидером. То, что они добавляют такую классную накидку на ножки, это очень-очень здорово. Так, что я еще вам не рассказал. Ну, багажник здоровенный, все понятно. С этим все как было хорошо, так и осталось. Так, и складываем. Нажимаем кнопочку. Колесико лучше убирать, а то будет мешать вам складывать. Вот, смотрите, что я неправильно сделал. Я выдвинул, получается, спинку и она топорщится вперед. Так лучше не делать, как я ее вывернул. Хотел вам длину показать и вытащил ее со своего места по большому счету. Но зато вы увидели длину общую. Все. Вот теперь она складывается как надо. Вот. Бампер откидываем и, соответственно, она становится еще меньше. Вот. По большому счету, вот это все принципиальные отличия я вам показал. Мне кажется, это те самые моменты, что людям не нравились, они и допилили. Потому что все жаловались, что это что за подножка, как с ней можно жить. Пожалуйста. Все хорошо. Материалы подтянули. Молодцы. Эко-кожу добавили. Молодцы. Вот такую вот интересную возможность отстегнуть кармашек, взять с собой. Добавили. Молодцы. Амортизацию полноценную спереди добавили. Молодцы. Вот. И сейчас она действительно хорошо прям конкурирует со своими прямыми конкурентами. Тут бы я уже на самом деле и призадумался, чтобы я покупал в этом ценовом сегменте. Раньше Соник был как бы в конце списка по ощущениям. Потому что сравниваешь все вместе и понимаешь, что все-таки в других брендах чуть покачественнее. Сейчас же нет. Сейчас же ощущения того нет. Берешь в руки, кожечка. Все отличненько. Ткани здесь поменяли, тут поменяли, подножечка, амортизация. И вот она картина хорошей нормальной колясочки. Поэтому сейчас я смело могу рекомендовать к выбору как хорошей качественной продукции. Коляски прогулочные на круглый год с надувными колесами много сейчас таких ищут люди. Вот вам, пожалуйста, еще один вариант с большим капором. Вот. Ну а выбор, естественно, как всегда за вами. Если этот обзор вам был полезен и интересен, вы что-то для себя подчеркнули, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно для развития канала. И спасибо первой коляске за то, что предоставили на обзор нам Sonic Air 2019 года. А вам хочу пожелать хорошего, гранатного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok